Одним из первых двери для гостей в этот день распахнул этнопарк «Дружба народов». В этом году впервые этнопарк участвует в таком грандиозном мероприятии, как «Ночь музеев». И начало нашего мероприятия не ночное, а именно дневное, для того, чтобы каждый житель нашего Самарского региона смог посетить наш этнопарк вместе с детьми. Анастасия Олейникова с семьей в числе первых посетителей парка. Анастасия рассказывает, ради этого пришлось изменить маршрут на дачу. Для полного погружения в быт народов, населяющих Самарскую область, большую часть экспонатов парка в этот день можно было потрогать или примерить. Ребенок увидел, что такое коромысло, как им пользоваться, что такое печь, утюг, как в него насыпали угли. Ну, в общем-то, интересно и самим взрослым, и детям. Много активностей в этот день было в историческом центре города. Прошла экскурсия по улицам Алексея Толстого и Степана Разина. Жители отправились путешествовать в 1913 год. Я очень рад, что мы сегодня путешествуем по такой музейной улице и поговорим о том, что здесь когда-то происходило, кто здесь жил. И великие, и невеликие. И город откроем таким образом. Также впервые с 2012 года открыли для посещения особняк купцов Шахабаловых, известный самарцем как Дом с атлантами. Сегодня ночь музея впервые проходит в двух локациях. В основном в нашем доме на улице Куйбышева, где можно увидеть нашу постоянную экспозицию. И в доме в особняке, вот как раз с атлантами. В этом доме мы хотим говорить о тех самых атлантах, которые стояли в истории нашего музея, на которых держится наше музейное небо. Помимо экскурсии внутри особняка, мастер-классы и другие активности были организованы во внутренних дворах здания. Здесь прошел концерт Самарского духового оркестра. Выступление сопровождалось слайдами на стене особняка, на снимках кадры Старой Самары. Весь день на Ленинградской работал информационный центр, где гости праздника могли изучить программу. Между локациями ходил бесплатный комфортабельный автобус. По дороге пассажира слушали аудиоэкскурсию о Самаре. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.